друзья всех приветствую на торговой сессии вторника основан финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал амаркет с торговыми идеями в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента специально для вас вам в помощь для принятия торговых решений ну что ж мы продолжаем следить за индексом американской валюты за сохранение собственно этим инструментом восходящей динамики и слабостью рисковых активов торговая сессия вторника сегодняшний день каких-то важных релизов не будет но друзья это последний спокойный день на этой неделе потому что уже завтра наше внимание будет переключено на статистику по рынку труда первый релиз по штатам это отчет и дипи по росту занятости в частном секторе релиз который предваряет официальные данные по non-farm payroll с который мы ожидаем в эту пятницу поэтому конечно же на рынках под закрытие недели собственно как и на минувшей неделе будет очень жарко и интересно я как и всегда друзья несмотря на такую уверенность в развитии трендов о которых я говорю всегда вам рекомендую и настоятельно советую контролировать риски следить за загрузкой ваших депозитов за плечами и если опять же вы не знаете что это такое вы можете обратиться к вашим персональным менеджером у вас обо всем этом проконсультирует так четверг следом за релизом по дипи будет айсэм отчет по состоянию производственного сектора и пятница тот самый релиз из-за которого мы все собрались друзья на этой неделе отчет non-farm payrolls который традиционно значительно провоцирует а волатильность на финансовых рынках а сейчас поскольку мы пытаемся как и все еще больше накопать основание для жесткой позиции американского регулятора этот отчет конечно же будет анализироваться в тройном или даже в пятерном формате что касается текущей динамики индекса доллара 108 65 я думаю что можно даже закрыть глазами незначительную коррекцию который имел место быть в начале недели это нормально когда инструмент активно растет и обновляет многолетние даже максимумы за десятки лет что собственно произошло с индексом американской валюты мы получили самое важное что сейчас нужно культивировать для роста курса доллара это комментарий джерома паула о том что американская политика будет оставаться жесткой он как раз высказался в пользу этого высказался в пользу необходимости сохранения высоких и активных темп повышением процентной ставки и конечно же такие комментарии заставили участников рынка снова переоценивать то как далеко может зайти федрезерва как раз с повышением процентной ставки если до выступления паула на симпозиуме джексон особо не придирайтесь сейчас после выступления паула мы видим как баланса смещаются уже в сторону тех кто настраивается на агрессивный настрой американского регулятора и на то что федрезерв пойдет действительно далеко повысить ставку на 75 базисных пунктов вероятность этого составляет сейчас около 70 процентов если не разочарует данные по новым перлс считаете что можно будет смело добавить к этой вероятности еще 10 процентов и уже на следующей неделе говорить о том что на сентябрьском наседании мы увидим 3 подряд повышение ставки на 75 базисных на пунктов доходность американских облигаций десятилетки выше трех процентов это еще один фактор почему а индекс чувствует себя индекс американского ли чувствует себя хорошо почему доллар будет расти и если фрес все же созреет на повышение ставки на 75 базисных пунктов то уже даже такой скромный подсчет учитывая что еще будет ноябрьское декабрьское заседание это позволит нам говорить о том что ключевая ставка американского регулятора концу года достигнет 4 процентов а в начале следующего года может уже направиться к уровню четыре с половиной процента новые разумеется друзья ну как при такой процентной ставки индекс доллара может оказаться в числе аутсайдеров я надеюсь вы понимаете эти простые выводы смотрите на долгосрок и вместе со мной уже находитесь в хорошем профите ждете что этот актив будет еще дороже золото пока не трогаем все-таки золото очень тяжело на фоне того что доходность американских облигаций на высоких значениях золото не покупают даже несмотря на рост инфляции я надеюсь что это как бы не новая парадигма современности почему золото вообще не на факте каких-то конфликтов не на ситуации с ростом индекса потребительских цен почему она не получает достаточно интереса со стороны инвесторов это очень хороший правильный вопрос но я надеюсь что когда мы вернемся друзья к покупкам золота это раскорреляция все-таки у страницы мы сможем заработать на росте золота но пока этот инструмент не трогаем у нас есть другие активы такие как доллар иена 138 50 сейчас котировки ждем 140 иен я думаю что это разговор уже ближайших торговых сессий рынок нефти 102 39 бренд высоко выше 100 долларов за бар или вы не представляете друзья как же мне хочется открыть длинную позицию я понимаю что основания для этого более чем предостаточно если вспомнить и последний комментарий садовской аравии о том что при необходимости регион может сократить объем нефтедобычи причем садовская аравия говорила как будто бы от лица всех стран опек плюс и об этом кстати говорил накануне рост геополитической напряженности в ливии где судя по всему участившиеся бы столкновения снова приведут к сокращению объемов нефтедобычи это еще больше усилит а проблему дефицита предложение толкнется и наверх но я не хочу сейчас перед заседанием опек принимать решение об открытии ордера заседание опек следующей неделе друзья 5 сентября и соответственно после того как она завершится после того как мы услышим и увидим фактическое решение уже подумаем о том чтобы проявить активность европейской валюты значение паритета завтра как вы все прекрасно помните будет приостановлена работа северного потока один соком на три дня но тоже уже касался этой темы скорее всего простой будет гораздо дольше европа останется без поставок российского газа цены на газ продолжат расти кстати говоря не уже находятся на исторических максимумов три с половиной тысячи долларов за одну тысячу кубических метров а я думаю что цена будет выше увидим и 4 и 5 тысячи может быть даже значение выше пяти тысячи это усилие давления на потребительскую активность тоже простые выводы которые нужно сделать спровоцирует рецессию европейской экономики оставит евро в числе аутсайдеров поэтому здесь выдумывать не нужно при таком фундаменте нужно очень постараться чтобы найти хоть что-то из-за чего евро можно было бы купить даже приближающиеся заседание европейского центрального банка она состоится 8 сентября обсуждает что ставку могут повысить на 75 базисных пунктов но даже если повысить на 75 базисных пунктов потом в ноябре в декабре еще на 50 базисных пунктов она все равно будет в два раза ниже чем ставка а в сша поэтому я думаю что у евро в текущих условиях пока сохраняется кризис в восточной европе пока мы не знаем что или точнее знаем что цены на нефть будут расти цены на газ будут расти инфляции тоже будет расти евро покупать точно не стоит по фунту такая же картида 117 котировки в моменте здесь вопрос очень много статистики по британской валюте которая дает возможность отталкиваться от прогнозов экспертов аналитиков о том как сильно будут расти тарифы на электроэнергию в ближайшее время и опять же напомню друзья что как тебе ожидать что стоимость тарифа вырастет еще на 80 процентов фактически до 4000 фунтов в год и мне кажется уже англия стала первым региональным прецедентом когда власти снова рассматривают возможности дотации поддержки и помощи населению потому что ситуация ну просто катастрофическая денег действительно нет и что это за помощь это фискальные стимулы выплаты борис джонсон который уходит в отставку уже согласовал выплаты по 650 фунтов на каждое уязвленное скажем домохозяйство таких очень много почти 8 миллионов человек и дополнительные выплаты по 300 фунтов по моему на пенсионеров это на мой взгляд страна которая так испытывала проблемы с ликвидностью в конечном счете с учетом сохраняющейся еще политической неопределенности точно будет мощным якорем в результате которого пара фонд доллар протестирует поддержку 115 и американский фондовый рынок все без изменений ждем индекс s&p 500 ниже 4000 фондов этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока